Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу снять для вас болтологическое видео и пополтать на тему похудения, а точнее на тему того, что же происходит после того, как мы всё-таки достигаем своей цифры и что будет после этого, как удержаться на той цифре, которой мы достигли, и возможно ли после достижения нашей цифры всё-таки жить нормальной жизнью, а не постоянно во всём себя ограничивать. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Очень много я читаю комментариев на тему того, что легко сбросить, но очень сложно удержать вес, что вы сбросите там за месяц, не знаю, 10 килограмм, и за следующий месяц наберёте 15 килограмм, что невозможно быть всю жизнь стройной и при этом ни в чём себя не ограничивать, что жизнь после похудения — это просто какой-то кошмар, когда вы всю жизнь будете чувствовать себя голодной, в чём-то ущемлённой, ничего себе не позволять и во всём себя ограничивать. Если честно, я даже немножко удивлена, потому что такие мысли, согласитесь, негативные. И есть такое выражение «как корабль назовёшь, так оно поплывёт». И это действительно правда. Если вы изначально думаете о том, что вы сейчас сбросите 10, 20, там, я не знаю, 15 килограмм, да, и через какое-то время ваш вес опять вернётся, то, мне кажется, тогда не стоит даже начинать. Нужно изменить именно для начала, именно вот это отношение, да. Я уже говорила в одном из своих видео о том, что нужен позитивный настрой. Это очень важно, это прям очень-очень важно, потому что только с позитивным настроем вы действительно сможете, во-первых, легко для вас достичь нужного вам результата, а во-вторых, и удержаться на этом результате, и жить дальше нормальной жизнью обычного человека, наслаждаться едой, наслаждаться, я не знаю, жизнью, и не думать о том, что вы сможете поправиться, не смотреть голодными глазами на какие-то булочки, конфетки и тому подобное, а жить и наслаждаться жизнью. Давайте с вами немножко, ну как, порассуждаем, да, на тему того, почему так происходит. Вот у нас есть отправная точка, да, наш изначальный вес, наша изначальная система питания, наши изначальные пищевые привычки, обстоятельства, скажем так, и есть конечный результат, это вес. Очень у многих конечный результат – это именно вес, и больше ничего. То есть вы хотите, допустим, с 80 килограмм похудеть до 55 килограмм, или там до 60 килограмм, то есть вот цель. И мы достигаем её за счёт какого-то питания выбранного, диеты, правильное питание, я не знаю, подсчёты БЖУ, взвешивание еды, подсчёты калорий, неважно здесь, в принципе, какое питание вы выбираете, главное, чтобы оно было для вас, ну, максимально комфортно, да, если можно вообще применить слово «комфорт» к похудению. Так вот, вы достигаете этой цели, да, но изначальные данные, кроме цифры на весах, не изменены никаким образом. И, соответственно, да, что происходит? Вы заканчиваете, грубо говоря, свою диету и возвращаетесь к тому, с чего пришли. Естественно, вес ползёт вверх. Это просто естественно. Нужно менять свои привычки, пищевые привычки, своё, как называют врачи, ещё пищевое поведение. Как его поменять? Пересмотреть то, что вы едите, как вы едите, когда вы едите, насколько вы двигаетесь. То есть здесь, опять же, вопрос в честности, самому себе. То, о чём я говорила, что тоже является очень важным. И это нужно делать с самого начала похудения, а не где-то уже в конце. То есть честно посмотреть, почему ваш вес уходит вверх. Очень многие мне также пишут о том, что я не ем сладкого, но при этом мой вес стоит или вообще поднимается вверх. Ну, во-первых, я всегда говорю, что обращайте внимание не только на то, что вы едите, но и то, в каких количествах вы едите. Да, можно кушать отварную курицу, можно съесть, не знаю, маленький кусочек куриной грудки, а можно съесть, извините, целую курицу. И калорийность за день от этого не уменьшится, от того, что она будет отварная. Поэтому на порцию, конечно же, тоже мы обращаем внимание. Это первое. А второе, я, например, тоже отношусь к таким людям, которые не то чтобы не любят сладкое. Я, в принципе, от конфетки не откажусь. Но я всегда, в особенности раньше, сделаю выбор в пользу колбасных изделий, мучных изделий, не сладкой сдобы, а, допустим, рыбного пирога или пиццы, или, не знаю, Макдональдса какого-нибудь. Той, скажем так, сдобы, в которой будет мясо, рыба. А если там будут колбасные изделия, так это вообще просто супер для меня было раньше. Сейчас у меня уже такого нет. Потому что я изменила своё питание полностью. Оно у меня изменилось постепенно. Я не скажу, что я прям прилагала усилия для того, чтобы что-то поменять. Я просто понимала, что для того, чтобы похудеть, мне нужно мало того, что изменить своё отношение к еде, так ещё изменить то, что мне, скажем так, доставляет удовольствие в еде. Потому что зачастую мы же кушаем не всегда, потому что голодны. Иногда для того, чтобы просто получить удовольствие. Получить удовольствие от вкусной пищи, от вкуса. Поэтому здесь нужно реально быть честным с самим собой и честно посмотреть, что вы делаете не так, почему ваш вес такой. Я много-много раз тоже говорила о том, что большое тело нужно прокормить. Невозможно, если у вас всё в порядке со здоровьем, питаться маковой росинкой и при этом не худеть. Это просто невозможно. Так вот, всё же вернёмся к тому, что будет после того, как вы похудеете. Если вы измените свои пищевые привычки, если вы измените свои, скажем так, пристрастия к еде, то удержать вес будет вообще легко. Также я хочу сказать, что мне иногда пишут о том, что есть некая такая категория людей, которые худые и при этом едят всё подряд. Едят всё подряд и не поправляются. Ну, во-первых, я бы здесь поспорила. Однозначно поспорила, потому что я просто уверена, что такие люди едят всё подряд, да, но в маленьких количествах. Всегда я просто призываю вас обращать внимание на порцию. Если у вас в окружении есть такой человек, который худой и при этом кушает всё подряд, всё, что ему захочется, обратите внимание на количество того, чего он съедает. Даже элементарно на Ютубе есть много различных, ну, скажем так, бьюти-блогеров, да, девочек достаточно худенькие, которые иногда показывают, что они кушают. И они показывают, что они не доедают эту еду. В большинстве случаев они показывают, что не доедают. То есть есть тарелка, на которой много-много всего лежит, они не доели и при этом говорят открыто, я объелась так, что мне плохо. Но количество съеденного этими людьми достаточно маленькое. Просто нужно понимать, это нужно просто, я не знаю, принять, да, что можно кушать всё, но маленькими порциями. Меня очень сильно ругали под одном из видео о том, что я позволяю себе шоколад. Ну, во-первых, я не худею сейчас, а во-вторых, 4 долечки шоколада, 4 было мною позволено. Не 4 плитки, не целая плитка, не полплитки, а 4 дольки. То есть количество. Не смотрите на то, что лежит на тарелке. Смотрите всегда на количество, на количество съеденного. И получается, что сейчас я могу себя как раз-таки отнести к той категории людей, которые едят всё подряд и при этом не полнеют. Я думаю, это видно из моих видео о том, как я питаюсь. Я позволяю себе вареники, я позволяю себе хлеб, я позволяю себе масло, чипсы, мороженое, я не знаю, всякие супер-вредности. И при этом я не полнею, я не набираю вес. Я остаюсь в том весе, я думаю, вы это прекрасно видите из видео, что я вот как я была где-то год назад, но, может быть, у меня сейчас немножко подобрался живот, потому что всё-таки я работаю над этой проблемой. Но, в общем, я осталась такой же, но при этом я позволяю себе есть. Более того, я могу сказать, что сейчас у меня такой период, когда я ем исключительно то, что мне хочется есть. То есть если глазами мне нравится то, что лежит у меня на тарелке, то я это съем. А если мне не нравится, то я не буду это есть. Почему? Потому что количество употребляемой мной пищи, количество именно, оно достаточно маленькое. И мне хочется из каждого кусочка получить максимальное удовольствие для себя. Конечно, я хочу прийти к тому, чтобы получать помимо удовольствия ещё и максимальную пользу. И я думаю, что в скором времени я к этому всё-таки приду и до этого дойду, чтобы здоровое, я подчеркну, здоровое, а не правильное питание было у меня, скажем так, на первом месте. Но на сегодняшний день оно вот так вот. Я буду продолжать снимать видео о том, как я питаюсь. Наверное, буду просто делать серию видео. И эти видео, они не для того, чтобы вы вот начали питаться так, как я, да, и вы похудеете. Нет, я сейчас не худею. А для того, чтобы вы поняли, что после того, как похудеете, можно будет кушать да ту же булочку любимую, да, только вы уже съедите не три, не четыре булочки, а половинку булочки, ту, которую вы раньше, не знаю, очень сильно любили. Просто нужно какое-то время, чтобы ваш организм перестроился, чувствовал себя немножко по-другому, да, скажем так, обустроился в том весе, к которому вы пришли. И после этого вы уже сами поймёте, что вы не захотите кушать те продукты, которые раньше вам доставляли удовольствие. Я могу сказать, что от колбасных изделий я не избавилась до сих пор, от любви к колбасным изделиям. И я себе позволяю. Но раньше я отрезала вот такой кусок толстый, сейчас это тоненький кусочек, просто для того, чтобы, ну, скажем так, побаловать себя, просто для того, чтобы получить удовольствие от того, что я сейчас ем. Также сейчас я не контролирую уже свою порцию, то есть у меня нету такого, чтобы я задумывалась о том, в каком количестве я съедаю тот или иной продукт. Сейчас этого нету. Сейчас я думаю, во-первых, у меня это на автомате, во-вторых, ну, возможно, размер желудка у меня стал такой, что я просто не могу съесть больше, даже если мне хочется. А я тоже приведу пример из своей жизни, да, я очень люблю суши. Я просто их обожаю. И обычно, раньше всегда сушими я переедала. Переедала настолько, что вот прям было тяжело. Сейчас я не могу этого сделать. Вот даже на столе лежат эти суши мною любимые, да, я не могу взять еще один кусочек и съесть, потому что просто начинает, ну, вот просто не хочется, не лезет, что называется, да. Я съедаю все равно даже любимые мною продукты съедаю в маленьких количествах, потому что просто не лезет, еще раз повторюсь. И сейчас размер желудка, количество энергии, которое мой организм хочет получить из пищи, оно уменьшилось само, и уже сам организм мне подсказывает, сколько мне нужно съесть, нужно ли мне пить, нужно ли мне что-то вообще в принципе поесть или нет. То есть сейчас у меня такое, знаете, есть такая система интуитивное питание, да, когда мы прислушиваемся к нашему организму и даем ему то, что он хочет. Но когда вес большой, говорить о интуитивном питании, мне кажется, вообще не стоит, потому что когда у меня был большой вес, когда я весила килограмм 80, да, мне хотелось каждый день есть чипсы, мне каждый день хотелось есть колбасу, причем так не в маленьких количествах, да, то сейчас у меня вообще даже не возникает такого желания, как, не знаю, когда, знаете, жутко чего-то хочется, у меня такого вообще нету. Если мне чего-то и хочется, жутко прям хочется, то это в основном фрукты. Я не знаю, почему так. Бывает такое, что мне иногда жутко хочется чего-то из овощей. Вот такое у меня бывает. Мне иногда бывает такое, что я могу с утра проснуться и мне хочется овощного салата. Раньше у меня таких мыслей даже не было, у меня даже никогда не возникало, я даже не могла понять людей, которые говорят о том, что ой, мне так хочется салатика, или ой, мне так хочется там, я не знаю, кабачков, или ой, мне так хочется там, я не знаю, кукурузы какой-нибудь. Я думала, как можно вообще хотеть овощи, как можно их хотеть, да? Но вот такое всё-таки бывает. То есть меняется вообще в принципе ваш организм, меняется ваше отношение к еде, меняется вообще жизнь с похудением, и это нормально, но она не становится ужасной, она не становится такой, что постоянно испытывает чувство голода. Нет, я могу сказать, что у меня чувство голода возникает два раза в день. Это утром, когда я просыпаюсь, и ближе к вечеру, если я там не поем в 5-6 часов вечера, то в 7 часов, да, у меня возникнет чувство голода, и я пойду и поем. Всё остальное, весь остальной период времени, просто бывает, что мои глаза находят какой-то, я не знаю, продукт, да, и мне хочется его съесть. Глазами, не желудком, понимаете, глазами. Это совершенно две разные вещи. Именно поэтому я говорила такую фразу, которая у некоторых вызвала такое непонятное отношение к ней, да, это «хочешь кушать, скушай яблочко», «не хочешь яблочко, не хочешь кушать». Это к тому, чтобы вы могли разделить то, когда вы действительно испытываете голод, да, когда человек испытывает голод, он может съесть и, я не знаю, нелюбимую перловку или нелюбимые овощи, и то, когда вам просто хочется себя побаловать, вам просто хочется, чтобы получить удовольствие от еды. Это две совершенно разные вещи. Яблочко — это просто пример, я не знаю. Можно также сказать, что хотите кушать, скушайте кашку, не хотите кашку, значит, не хотите кушать. Ну вот как-то так, да. Не нужно думать о том, что когда вы похудеете, всё плохо, да, что, я не знаю, худые люди — это люди, которые постоянно падают в голодные омороки и ничего себе не позволяют. Нет. Это как раз-таки так эти горе людей, о которых так много говорят, что они худые и при этом едят всё подряд. Я действительно такой человек. Я худая, ну, не очень, конечно, худая, но всё-таки. Ем всё подряд. Действительно, вот мне хочется чего-то, я это съем. Но я съем это в маленьком количестве. Я съем одно мороженое, да. У меня тоже есть такой пример, который хочу привести. Я как-то на детской площадке видела двух женщин, которые сидели и ели мороженое. И вроде бы здесь нет ничего такого, но это было не мороженое, да, то есть вот не там, не знаю, рожок там или стаканчик мороженого. Нет, это был брикет мороженого у каждой в руке. То есть здесь как бы как раз-таки идёт о количестве пищи. И мне кажется, не важно, даже если вы сидите там на правильном питании, и при этом у вас вот такая гора еды, то, ну, это не приведёт ни к чему. Также по поводу остановок весив тоже очень много меня об этом спрашивают. Я считаю, что как раз-таки остановка в весе, тогда, когда вес останавливается, что бы вы ни делали, это некая перезагрузка организма, да, когда он настраивается на тот вес, на ту систему питания, на то вообще количество калорий, которые вы потребляете, я не знаю, количество энергии, которые он получает с пищей, да, он перенастраивается. У него некая такая перезагрузка, как у компьютера, если хотите, да. Поэтому здесь важен, очень важен подход. Не нужно думать, что есть какие-то особые люди, которые всегда остаются худыми. Нет. Я же была человеком, который набирал вес от, я не знаю, взгляда на булочку, как мне казалось на тот момент. Мне казалось, что я ничего такого особенного не ем, но при этом я почему-то полнею. Почему? Ну, непонятно, да. И только когда я честно сама себе призналась, что просто потому, что я ем в больших количествах, я ем всё, что не попадя, я не знаю, всё, что мне захотелось, я всё это отправляю себе в рот, то именно тогда я и поняла, что это нужно менять. Вот просто нужно менять, нужно отказываться. И вот, кстати, по поводу сладкого тоже хочу здесь сказать, что очень много кто из тех, кто похудел, скажем так, кто отказался от сладкого, они говорят о том, что через какое-то время сладкого вообще не хочется. Это действительно так. Я не знаю, возможно, это сладости, это быстрые калории, которые, да, ну, проще всего организму получить и отправить в энергию или там жирок отложить, да. Но через какое-то время сладкого действительно не хочется. Вот иногда бывает даже какие-то мои любимые конфеты лежат на столе. Я просто смотрю на них, и я понимаю, что я не хочу сейчас есть конфеты, да. Но это пришло со временем, и это придёт, и я не могу сказать, что это легко, да, вот просто взялось так, хупс, и вот я так и стала питаться. Нет, конечно, конечно, где-то я терпела, где-то я себя заставляла, где-то я себя, я не знаю, корила там или ещё что-то, контролировала себя постоянно. Постоянно я себя контролировала. Каждый раз, садясь за стол, я прямо вот себе в голове повторяла чуть-чуть, 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 или, Наташа, ты это не ешь, Наташа, ты это не ешь. Контролировала себя постоянно. То же самое, когда мои знакомые, там, близкие, друзья приносили что-то вкусненькое в дом, для меня вкусненькое, да, я также себе постоянно, я себя внутри постоянно одёргивала, 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 да. Это не всегда получалось, естественно. Бывали моменты, когда я вообще не могла с собой совладать. Знаете, что значит, очнулась и уже там всё съела, всё, что есть на столе. Такое тоже у меня бывало. Но всё равно спустя какое-то время для меня это стало легко, для меня это стало вообще нормальным. Я могу подойти к шведскому столу. Вот меня даже муж удивляется, когда мы с ним ездили отдыхать. Я подхожу к шведскому столу и я выбираю не такие, знаете, не вкусненькие какие-то продукты, что-то такое жареное, я не знаю. Я выбираю фрукты. Я кладу себе в тарелку большое количество овощей. Я кладу себе, я не знаю, какую-то рыбу на пару или на гриле. Потому что эти продукты сейчас стали для меня вкусными. Раньше для меня это было невкусно. Раньше для меня было вкусно, я не знаю, какая-нибудь там сосиска на гриле такая прямо жирная, что прямо жир с неё стекал. Для меня вот это было вкусно. Сейчас для меня вкусно овощи, фрукты. Я действительно получаю огромное удовольствие, употребляя фрукты. Мне очень нравятся. Они для меня кажутся очень сладкими, как конфеты. И сейчас моё питание именно такое. То есть даже из-за огромного разнообразия еды, я всё равно для себя выбираю такие более, ну, скажем так, более правильные продукты. Хотя я не люблю это слово. Я люблю слово здоровые продукты. Почему? Потому что сейчас они для меня вкусными. Но я к этому пришла. Я заставила, грубо говоря, свой организм понимать, что это вкусный продукт. При этом у меня остались продукты, которые для меня, например, невкусные. Но раньше я себя заставляла эти невкусные для себя продукты употреблять. Это, например, молочные продукты. Это, например, каши. Почему я не ем каши? Опять же отвечу на этот вопрос. Потому что я терпеть не могу кипячёное молоко. Я не знаю, я не могу переносить даже запах этого кипячёного молока. И, соответственно, раньше я думала, что, ну, блин, каши, это же полезно, да? И я буду есть. Вот я буду давиться, но есть. Сейчас я понимаю, что мне это не нужно. Каши я могу заменить другими продуктами. Опять же, молочные продукты. Все постоянно, да, мне говорили, что надо есть творог, это кальций и так далее, и тому подобное. Я заставляла себя есть. Я заставляла реально себя пить йогурт, ещё какие-то продукты. Потому что они полезные, да? Но я не получала с них удовольствия. Я не получала с них какого-то, я не знаю, суперкомфорта. Да, я не знаю, вот у меня не было такого, чтобы я поела и прямо вот так вот, знаете, вот прям хорошо стало, да? Потому что я получила удовольствие от еды. Такого не было. Просто ела, потому что надо есть. Вот такую систему надо, мне кажется, убрать 100%. Сейчас я ем, ну, потому что, во-первых, хочу есть, а второе, потому что я хочу доставить себе удовольствие, да? Но моё удовольствие сейчас другое. Моё удовольствие в овощах, в рыбе, не знаю, в морепродуктах, в фруктах, в каких-то таких лёгких продуктах, да? Более здоровых продуктах, нежели это было раньше. Раньше моё удовольствие было в пицце, в колбасе, я не знаю, в ветчине, сале и так далее и тому подобное. Вот к чему, наверное, нужно прийти. Как к этому прийти? Ну, где-то себя отёркивать, где-то себя контролировать, где-то себе что-то запрещать. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, что вы думаете на эту тему и как происходило у вас похудение. Мне действительно очень интересно. Так что обязательно комментируйте, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч!